Социально-экономическое развитие области Абая обсуждают на заседании правительства. Область была создана чуть меньше года назад. За это время регион успел показать неплохие цифры. Более того, в повестку заседания правительства вынесли вопрос по паводкам в стране. Социально-экономическое развитие области Абай обсуждают в правительстве. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется. В Кыргызстанском Ай-Лусу из-за холодов замерзли водопроводные трубы. У населения 10 дней назад пропали отопление вода. Все выходные спасатели отогревали трубы, по которым в Ай-Лусу поступает питьевая вода. 10 километров системы разморозили и начали копать новые траншей для альтернативного водопровода. В дома жителей начало поступать и тепло. У 90% горожан батареи снова стали горячими. Работы затянулись, так как тепловые сети изношены, говорят спасатели. А пока сотрудники МЧС привозят жителям питьевую воду. Накануне более 400 нуждающихся семей получили из фонда госматрезервов и продукты – муку, масло и сахар. Правительство обещает и более весомую поддержку. Также власти пообещали наказать виновных в чрезвычайной ситуации. По факту аварии на водопроводе возбудили уголовное дело. По мнению МЧС, за системой не уследили водхоз и коммунальные службы города. На восстановление работы в Ай-Лусу из городского бюджета выделили 20 миллионов сомов. В Бишкеке вырос спрос на маски и респираторы. Столица Кыргызстана все еще на лидирующих позициях рейтинга по самому загрязненному воздуху в мире. В дни, когда смог над городом густой, специалисты рекомендуют медицинские респираторы. Такие и защищают лучше и прослужат дольше. Спрос на них тоже вырос, а цены прежние. Этой зимой Бишкек поставил антирекорд. Больше пяти раз лидировал в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом. Власти Бишкека сообщают, что борются со смогом комплексно. Обновляют автопарк. На прошлой неделе в столицу привезли первую партию газовых автобусов. Также в этом году газифицируют три жилмассива. В Каракичинском разрезе планируют открыть производство, которое увеличит калорийность местного угля. Поездка за покупками в Испанию всегда была популярна среди португальцев, живущих недалеко от границы. Однако после решения Мадрида отменить НДС на базовые продукты питания из-за резкого роста цен, все больше жителей Португалии предпочитают испанские супермаркеты. В Испании с 1 января на полгода отменен налог на добавленную стоимость на хлеб, молоко, сыр, яйца, фрукты, овощи и крупы. А также снижен НДС на оливковое масло и макароны. По данным Евростата, в Испании в декабре была зафиксирована самая низкая в годовом выражении инфляция в еврозоне – всего 5,5%. В Португалии цены в декабре выросли на 9,8%. Самой высокой в зоне евроинфляции была в трех балтийских государствах – Латвии, Литве и Эстонии. Как производить сталь без выбросов углекислого газа? На крупнейшем в мире железнодорожном руднике Керуна в Северной Швеции нашли ответ. Вместо ископаемого топлива компания сделала ставку на водород. На месторождение Керуна добывают около 80% от всей железной руды в Евросоюзе. Этот минерал, залегающий здесь на глубине 1600 метров – основной компонент стали. Обычно для производства этого сплава в железную руду добавляют коксующийся уголь. Но шведские ученые изобрели технологии и смогли заменить уголь на водород. Европейский инвестиционный фонд уже инвестировал в проект 143 миллиона евро. Брюссель готов увеличить эту сумму, чтобы опередить конкурентов, таких как Китай и США. К тому же недавно в Керуне были обнаружены месторождения редкоземельных металлов – элементов, которые используются для производства электромобилей и ветрогенераторов. По оценке компании, объем запасов таких металлов здесь может превышать миллион тонн. Если это так, месторождение в Керуне может считать крупнейшим в своем роде в Европе. В ближайшие недели Еврокомиссия планирует представить конкретные предложения по новому «зеленому плану» и новому «суверенному фонду». Когда мы поставляем железорудные окатыши, они состоят из железа и кислорода. Для удаления кислорода наши клиенты сегодня используют уголь и углерод, которые образуют углекислый газ. При новом процессе будет использоваться водород, который при удалении кислорода образует только водяной пар. Таким образом, получается производство полностью без углекислого газа. Разумеется, мы не заинтересованы в торговой войне США и не заинтересованы в том, чтобы государства ЕС сейчас соревновались, чтобы получить еще больше субсидий для каждой отдельной страны. Тем не менее, нам нужно найти способ, с помощью которого ЕС мог бы решительно и мощно отреагировать на это, обеспечив нашим предприятиям и отраслям лучшие условия для достижения наших климатических целей. Я думаю, что это возможно. У нас будут очень важные обсуждения с Еврокомиссией и Европейским Советом в ближайшие шесть месяцев. Редактор субтитров А.Семкин